Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Сегодня у нас вторая часть и во второй части по, скажем так, уже, скорее всего, наверное, везерингу танка, да, не танку у нас уже. Ну, еще пока, да, покраска еще идет. Покраска. Что у нас сегодня будет? Сегодня будем красить вторую сторону гусеничной ленты, бандажи катков и окрашивать уже весь обвес, комплект инструментов, которые есть на танке. Постараемся нанести декаль и задуть его уже в лак для дальнейшей тонировки. Вот одну сторону я уже прокрасил. Это все приклеено, как и здесь, то есть ничего не снимается. Да, вот, друзья, посмотрите, вот так, в принципе, оно и выйдет. Работа идет тремя кистями, то есть сначала большая плоская кисточка, потом круглая поменьше, ну, в данном случае единичка, но это реально где-то двойка-тройка и нулевочкой уже дорабатываем совсем тонкие моменты. Если где-то даже допущена ошибка, куда-то я залез краской, то это не страшно, потому что все можно потом подкорректировать. Даже вот тут я на направляющий каток попал, металлик, я потом это все закрашу, опять же, базовой краской. Так, Алексей, а чем вы красите? Это Tamiya эмаль, GAN Metal 10, жидкоразведенная краска. Вот, давай. А назводите чем? White Spirit Ticcurillo. То есть обыкновенный White Spirit Ticcurillo. Да. Берем модель и начинаем наносить. От того, что она жидкая, она сама начинает затекать, куда нам надо, то есть ее прям уж усиленно так втирать не нужно. Промазываем, и она затекает. Алексей, скажите, пожалуйста, а почему именно эмалью пользуетесь? Ну, потому что если взять тот же спиртовой акрил, то под кисть будет трудновато мне так большие поверхности покрывать. Поэтому выбрал для себя вот эту краску. Она, наверное, более удобная в работе, да, получается эмаль? Да. Для этой операции, да. А вот Tamiya эмаль, она по запаху как, из дома не вымерена? Ну, если кисточкой работать, то, конечно, нет. Под аэрограф, то, конечно, аромат будет. Но, опять же, если использовать Ticcurillo, то запах будет не очень сильный. Алексей, я вот знаю, ты рекомендуешь, так скажем, начальным моделистам, да, ну, скажем, в разговоре со мной, именно начинать с эмалью. С этой краски, если им дома позволят ей пользоваться с аэрографом, я рекомендую ее, потому что она будет прощать им те ошибки, которые они могут допускать в окраске. Эту краску проще просто даже удалить с модели, там, да, тем же у аэцепиритом, если что-то не получилось, стер. Вот. Она очень простая в работе, эта краска. В отличие от акрилов, которые, да, вот, как мы видели, уже могут аэрограф забивать и так далее, там могут быть различные с ними трудности. Вот эта краска, с ней будет работать проще. Алексей, скажи, пожалуйста, а вот только Tamiya краской, как бы, вот, или еще какой-нибудь ты так же вот можешь пользоваться? Ну, посоветовать, скажем, для начальника. Если найдут, если где-то еще есть, там, Ревел, Хамброл, если они еще продаются, я читаю. Именно ямали ты имею в виду? Да, ямали, я имею в виду, вот. А так, если уже человек опытный, ну, можно. А какую палитру ты рекомендуешь вот для начального, вот, чтобы в арсенале у моделиста она уже была? Ну, ну, смотря, что моделист будет. Ну, скажем, бронетехнику мы собираем. Ну, если бронетехнику, то, конечно, если там взять, допустим, вот эту машину, то от Tamiya это у нас краски XF60, такая же точно баночка, да, только будет номер 60. И буква FX в данном случае, потому что у нас глянцевая. Это глянцевый металлик, но это ничего страшного нет, потому что все равно потом у нас все закрывается лаком. Вот, для камуфляжа XF64 тоже эмалевая краска. И в качестве зеленых можно использовать 58-й цвет. Это вот просто для работы кисточкой. Причем кисточкой эта краска очень хорошо наносится. Она будет ложиться ровно, без всяких следов от того, что работали кистью. Очень хорошая краска именно для первоначального обучения этому делу. Алексей, ну вот если работать эмалями, да, все-таки потом человек, наверное, должен понимать, как вот по эмали работать той же самой смывкой. Ну, конечно, она ее снимет. Они же, ты же на эспирите делаешь? Конечно, но это все будет закрыто лаком. Причем я использую для защитных слоев только лак от Акан. Мне очень нравится под аэрограф, под кисть, я не знаю, как им... Акановский, да? Да, да, фирма Акан. Это акриловый лак у тебя? Да, на водной основе. На водной основе матовый лак, хотя он в результате совсем не матовый получается, но он мне как раз и нужен, как глянцевый. Под последующие смывки, и он очень хорошо защищает модель. И эта краска... Вот именно эмаль, да? Да, да, закрывать эмаль, то потом никакой не уайтспирит ничего умнее ее не сдирает. Важно, конечно, ее просушить хорошо. Алексей, есть баночка показать? Да, конечно, вот он, лак матовый Аква. Вот этот лак я сразу беру в больших емкостях, развожу его родным разбавителем. Он у них называется отдельно под кисть, и есть под аэрограф. Вот я беру под аэрограф маленькую баночку родного разбавителя, заливаю сразу сюда полностью, под горлышко, и уже пользуюсь очень хороший лак. То есть это только под эмаль, да? Это я полностью покрою им всю модель, потому что он хорошо защищает от... Если даже человек работает и акрилом, тоже можно, да? Да, я всегда закрываю, потому что все последующие процедуры, они могут повредить покрасочный слой. Потому что, например, на томию, если модель полностью ей будет покрашена акрилом томиевским, то white spirit агрессивно все равно действует. И если я начну делать смывку, он, конечно, где-то мне может подснять частично краску. Поэтому я закрываю полностью модель, и никаких проблем у меня с этим не возникает. Вот уже сейчас почти ветвь. Наружная, внешняя сторона, рабочая поверхность прокрашена. Краска везде хорошо подтекает, затекает куда надо, потому что она жидкоразведенная. Алексей, давай еще раз повторим тогда вот для начинающих. Значит, во-первых, что не надо траки сразу делать, покрывать, да, там, рыжим цветом. Нет, не надо, конечно. Такие они могут быть только если танк очень долго где-то стоит, да, на открытом воздухе и покрывается какой-то ржавчиной. При этом очень схожий по цвету ржавчиной есть такой кузбасс-лак его, и сейчас используют в танковых частях. То есть покрывают именно траки для того, чтобы они не ржавели в технике, которая, например, хранится на открытых площадках. По цвету он похож, но все равно этого имитировать даже не стоит, потому что понять потом, что они не ржавые, будет очень трудно на модели. Итак, вот для начинающего моделиста. Как надо красить траки? В какой цвет вот сначала? Вот они из коротких, да, там, оба. Ган металл, X10, вот они получаются стального цвета. В чистом виде они вот выглядят вот примерно вот так. В музеях их иногда красят черный цвет, и я видел там дети некоторые пытаются это повторить, но, конечно, они не черные. Вот они стального цвета, и все. То есть сначала базу можно задуть вот в X10. Да, если кто-то из аэрографа их красит, то, конечно. И можно брать такой же не эмаль, например, а акрил такой же точно, кому уже как удобно пользоваться. Вот на турнире видел интересный, так скажем, образец, как делал Вячеслав Демченко. Он задул, скажем так, траки ганзенским, сейчас номер, наверное, не вспомним, какой, металликом. Вот, дал высохнуть, получился такой темный цвет тоже, скорее всего, это, наверное, ганаметалл и был. Вот, а потом взял и отполировал просто гребни. Да, можно сделать и так. Здесь я тоже буду, гребни, они будут светлее, там уже пойдет у нас светлый металл. Сейчас уже проходим кисточкой. Вот, кстати, о чем я говорил, есть вот этот вариант, вот, может посмотреть. Да. Как раз ганзенским металликом красили. И сверху уже. И потом вот он уже, ну, ганзенский, он полируется, металлик. Ну, он тоже очень хороший вариант, кстати. И взял он, да, как бы. Можно попробовать такой будет. Потом натер и получился очень интересный эффект. Быстро и красиво. Да, очень здорово. После того, как сейчас обработаем вот более крупной кисточкой, возьмем маленькую нулевку, и все труднодоступные места уже пройдемся с ее помощью. При этом порядок должен быть действием именно такой. То есть сначала выкрашивается гусеница, потом уже будут краситься бандажи и гребни. Если сделать наоборот, то может не получиться, потому что гусеница занимает большую часть поверхности. И если даже мы где-то залезаем, сейчас ганметалом, это ничего страшного в этом нет, потому что потом все равно это все будет закрашиваться. Вот сейчас берем кисточку поменьше и начинаем работать в углублении. Поскольку краска жидкая, она сама затекает, куда нам надо. Все, аккуратненько обрабатываем. А вот насколько жидко ты разводишь, как вот опять? Опять же, я развожу все это на глаз. Если как бы заводскую вот открываю, да, новую, опять же почти по горлышку залью. И это если надо, чтобы была именно такая жидкая. Текуриловским? Да, 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 да. Фирменным я не... Это у меня баночка от фирменного осталась, фирменный, уже давно у меня кончился, поэтому... Ну и все нормально, да, вот никаких? Нет, 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 текурил очень хорошо. Я могу даже сказать, что и не текурилов, white spirit он будет хорошо разводить эту краску. То есть она неприхотливая, эта краска, Томиевская, к типу white spirit в производителе его. Главное, чтобы это был white spirit. Пиша, а вот такого не встречал, что вот сам white spirit, да, когда смывку делаешь там еще в чистом виде, он может отклеить деталь тями? Может, да. Я, например, даже это иногда использую, когда надо расклеить какие-нибудь там старые модели, которые восстанавливать приходится. Но поскольку Акановский лак закрывает нашу модель, то ничего уже с ней не произойдет. То есть обязательно надо защитный... Да, именно лак должен быть на воде, по моему мнению, потому что он устойчив ко всем остальным химикатам, которые я буду использовать в дальнейшем. А у тебя вот до этого траки, они не были ничем покрыты, да? Нет, они были просто задуты случайным образом в базу, то есть я закрасил базу и, конечно, попадала она и на ходовую часть. Я специально ничем ее не покрывал. А вот краску не поднимет, если... Нет, 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 все будет нормально, уже не первый раз. Поэтому никаких проблем здесь не будет с этим. Ну, а бандажи, соответственно, ты уже будешь акрилом, да, Эльзин? Да, у меня есть акрил от фирмы Pacific, я решил попробовать его. О, Pacific? Да. Интересной краской сейчас много они говорят, но... Вот, я буду бандажи прокрашивать Pacific. Тоже на пробу купил, да? Да, решил попробовать ее, потому что обычно я использовал цвет для резины от Акана. Вот, но она у меня кончилась, и я решил попробовать вот эту красочку. Но могу сказать по моим впечатлениям, хотя она и на водной основе, но к White Spirit она неустойчива. То есть по цифику White Spirit нет? Нет, сразу по нанесенной краске нет. Я не знаю, как их лаки себя ведут, не пользовался, но краска, она очень легко снимается White Spirit. То есть если я даже на вот эту МИГовскую буду работать White Spirit, где ничего не будет в чистом виде, да, даже без лаковой защиты, то вот почему-то с краской Pacific это вот дело происходит. Не знаю, с чем это связано, может быть там какие-то компоненты. Ну, кстати, если нас вот друзья из компании Pacific смотрят, вы, пожалуйста, прокомментируйте, что у вас там, как, чего с этим делом. Вот, а вообще, если у вас будут возможности, приезжайте к нам, мы обязательно сможем снять интересное видео, чтобы люди больше знали о вашей продукции. И вообще надо ближе к массам идти, объяснять. Но цвета у них очень интересные из того, что я вот видел в магазине. Выбор, который вот мне очень понравились, особенно вот некоторые краски для бронетехники, там зеленых несколько видов оттенков. То есть есть над чем поработать, поэкспериментировать, что-то посмотреть. Но они вроде даже и лаки какие-то сейчас интересные. Да, лаки, я видел хай-тек, да, вот эти новые лаки и хром и так далее. Да, конечно, хром я пробовал лично. Ну, могу сказать сразу, что в домашних условиях, конечно, этим хромом работать будет нельзя, потому что у него очень сильный запах. Он на летучем растворителе, я так понимаю, это 646. То есть это вот по уровню краска, как автомобильная, видимо, как настоящие машины красят, да, по запаху очень похоже. Ну, вообще надо работать все-таки с какими средствами, да? Да, я думаю, и дыхание, и так это должно быть, чтобы окружающим это не доставляло никаких неприятностей. Потому что она имеет очень сильный запах. Ну, а как по качеству хрома, то если соблюдать все рекомендации, которые там же написаны на самой баночке, то результат будет, конечно, очень хороший. Ну, мне в моей деятельности, в принципе, с хромом работать не приходится, потому что у меня такого металла, конечно, нет на танках, чтобы это прям как зеркало было. Вот здесь вот, да, видно, что краска попадает на направляющий, но это ничего страшного. Она сейчас будет, я сейчас ее подкорректирую базовым цветом, поэтому никаких проблем здесь нет. А базовый цвет у тебя уже в баночке есть, его не надо добавить, он тебе уже... Да, я возьму, конечно. Просто я к чему говорю, если вы какой-то цвет уже начинаете калировать, то оставляйте, например... Да, лучше всегда, конечно, его оставить, потому что если вот, как я вот, да, мне пришлось заново для коричневого намешивать. Если бы я его оставил, то никаких проблем бы у меня с этим не было. Ну что, очень даже достойно и симпатично получается. Так что вот люди, которые не верили, что можно красить на машине прямо уже кисточки... Да, можно. Сейчас мы это все окончательно... Когда это все будет видно уже с бандажами, это будет все очень интересно. Все везде прокрашивается, поэтому никаких трудностей быть не может. Тренировка. Все достигается тренировкой. Но самое главное, что я рекомендую, если кто-то будет повторять, такой метод красить только при хорошем освещении. Потому что если освещение просто комнатное, люстра там, да, то и это вечером все происходит, конечно, вы не прокрасите все, потому что многое будет в области теней, и видно, оно будет очень плохо. А вот при хорошем дополнительном свете все это получается очень хорошо. Приятный такой вот отблеск. Да, но он потом, к сожалению, почти весь уйдет, потому что он у нас останется только на тех местах, которые трутся о бандаже, с внутренней стороны. Этот цвет очень дает хороший задел под следующие работы с пигментами металлическими для натирания беговой дорожки. Там я тоже покажу один инструмент, который я для себя не так давно открыл. Им пользуются художники, а я его использую в моделизме. Это для растушевки. Может быть, это можно сделать и самому, из бумаги как-то, но я предпочитаю готовый купить. Но это я покажу уже на самой финальной стадии. То есть я натираю беговую дорожку уже в самом-самом конце, когда у нас все покрашено. Сейчас будем ганметаллом обрабатывать те детали, которые... Вот трос, например. То есть то, что... Вот как раз тоже надо аккуратненько... Да, очень. Это уже единичка, да, крыша? Это нулевочка. Нулевка, да? Да. Там, где уже будет ближе подходить к борту, там уже возьму потоньше кисточку. Там вот опять же те же траки сразу. Их можно обработать в родной цвет, потом они будут несколько заржавлены, потому что они лежат без действия. Алексей, а вот если все-таки, ну, скажем так, задел, что делать в таком случае? Если задел, то на кисточку немножко white spirit, поскольку у меня база акриловая, и даже включая томию, там я по ней тереть не буду, просто аккуратно снял, и все. Никаких проблем в этом. То есть чуть-чуть аэспиритом разбавил, да? Да, и все, она сама с собой сойдет, и ничего не будет. Ну, надо стараться аккуратнее. Там, где близко к корпусу подхожу, там, конечно, надо будет взять кисточку потоньше. Может быть, это занимает больше времени, там, да, чем если все это по отдельности заранее выкрашивать, я не спорю. Ну, вот у меня метод такой. Мне удобнее так. Значит, сейчас мы закончили окраску гусениц. Полностью прокрашенный весь обвес на танке. Приборы наблюдения, перископы. Ну вот, сейчас мы приступаем к дополнительным эффектам по тени при помощи дымчатого лака X19. Вот Томини. Он придаст дополнительный контраст модели. Мы его наносим в такие места, как углубление. Можно вокруг люков. Аккуратно в один, либо в два слоя. Можно аккуратно его нанести. Вот, что сейчас мы и продемонстрируем. То есть он дает такой еле-еле, да? Да, он еле заметный. Чем больше слоев наносить, тем контрастнее потом у нас будет внешний вид. Можно на решетке особенно их сделать темнее. Вокруг люка. Таким образом, люк уже будет смотреться ярче по отношению к остальной модели. Но он глянцевый, да? Да, этот лак глянцевый, но после обработки уже лаками остальными, которые у меня будут, естественно, он, этот глянец, пропадет. То есть его видно уже не будет. А сейчас начнем, наверное, красить, я думаю, бандажи. Сейчас начинаем работать с бандажами, которые я буду красить краской от Pacific. И как раз посмотрим эту красочку здесь. Да, под кисть она, в общем-то, ведет себя хорошо. Вот в аэрографе, я ее пробовал, вот как-то не очень она хорошо идет. Надо выставлять не очень высокое давление, наверное, где-то даже до единицы. Вот, и тогда уже работать этой краской. Ну, под кисть хорошо, но опять же, я пробовал такие поверхности, как бандажи, и не более. Ну, ты сейчас черный, да? Да, специальный цвет, старая резина называется. Вот, она не совсем такая черная, она больше, наверное, как темно-сирая. Старые шины, да, старые шины, да, F05. Старые шины, так что сейчас мы и начнем. Она внутри тоже идет с шариком. А, у них тоже шарики? Да, у них тоже шарики, но она не готова под аэрограф, то есть здесь она под кисть в базовом виде, в своем. Вот. Приступаем. Сначала начинаем с простых, это внешний ряд, его легче всего сделать, мы сейчас его и сделаем сначала. немножко залез, не страшно, потом это все подправлю. А подправляешь ты? Тоже базовая краска, да, которую красил кисточкой, аккуратненько пройдусь. Процесс-то не быстрый, поэтому за один раз можно все это и не прокрасить, то есть с перерывами. Значит, мы закончили окраску ходовой части, были прокрашены бандажи катков, были прокрашены внутренний ряд катков, здесь он был довольно непрост в окраске, потому что здесь необходимо сочетать прокрас серебряной краской и окрас резины, так как вот эта часть, она у танков данного типа, как у пантер, как у ягдпантеры, всегда соскабливалась до металла. Это хорошо видно даже на черно-белых фотографиях, поэтому этот момент необходимо было сымитировать. Также я прошелся по гребням траков, но в дальнейшем этот блеск будет перекрыт эффектами. Я сделал также сколы в тех местах, где они вероятнее всего могли быть сделаны. Делаю я их изначально вот этой вот краской от Валеха. Есть специальная краска от Amma Mik, она называется Чиппинг номер 44 для сколов, но я пользуюсь вот этой, она по цвету очень похожа. В дальнейшем я буду рисовать подложку к этим сколам с самым светлым тоном из набора для цветовой модуляции. Сейчас я покажу, как я это делал на образце другом. Вот у нас есть башня танка, взбалтываем краску. Да, для нанесения сколов обязательно нужно иметь кисточку очень тонкую. Вот у меня для этих целей кисточка два ноля, черная речка и больше ни для чего другого я ее не использую. Только для нанесения сколов и рекомендую делать вам точно так же. Потому что для сколов должна быть только своя кисть. И она должна быть распушена, да? Да, она должна быть очень тоненькая и в модельных магазинах я такое видел не всегда. Поэтому покупаю художественно. Вот начинаем изображать процесс нанесения сколов. Они как-то накладываются хаотично, да? Да, они накладываются хаотично. Самое главное здесь избегать круглых линий, то есть линии должны быть плоские, вытянутые, надо делать его разнообразнее. То есть как бы как в жизни представить себе какую-нибудь побитую технику и таким вот образом рисовать. Сейчас в этом месте я изображаю для наглядности, то есть не обязательно, что именно вот в этом месте должно быть так. Сейчас я рисую это просто для того, чтобы показать, что можно сделать, да? Такие линии можно проводить. если краска на кончике кисточки густеет, то немножко воды развели прямо здесь в чашечке и продолжайте процесс нанесения сколов. Можно делать крупные сколы, например, если это касается каких-нибудь буксировочных крюков, там, где краска обязательно будет слезать. на примере вот этого монтажного рыма, сейчас покажем, здесь прямо уже крупно их наносите, потому что здесь краска могла очень активно слезать. То есть мы показываем нержавчину этой краской коричневой, это ни в коем случае нержавчина, это цвет чистой стали с уже воздействием на нее погодных условий, солнца, то есть она от этого несколько темнеет, приобретает такой цвет. То есть это нержавчина. Если, например, скол, допустим, получился вот крупный, как тут, то надо подождать немножко, чтобы он подсох, и дальше от него уже мы вырисовываем тонкие лучи, чтобы ему придать более естественный вид, чтобы это не выглядело как огромное коричневое пятно. то есть овалы такие, да, и круги это неправильно. Ну, овалы лучше не рисовать, хотя, конечно, такое тоже может быть в жизни, но тем не менее, вот у нас получается вполне симпатичный такой вот скол. Но лучше потренироваться все-таки снарядом. конечно, это все достигается тренировкой. Сразу это, конечно, получаться не будет. Вот. Вот таким вот образом. Теперь нанесем на них подложку. Сделаем, сейчас покажем, той же самой кисточкой. Для подложки можно использовать некоторые даже белую краску используют. Я использую самый светлый тон, которым я наносил модуляцию. Причем это на модели Ягдпантеры будет неважно, на зеленом или на коричневую все равно. Чем она светлей, тем больше это будет объема. Поэтому я и буду использовать эту краску. Ее надо немного. Смысл в том, что наносим... А панфири у тебя уже есть? Нет, я еще не делал. Сейчас покажем вот на этом образце. Смысл в том, чтобы просто по контуру, который мы нарисовали ранее, просто это обвести. Но некоторые наоборот, да? Да, есть методика, когда наносится сначала подложка, потом будут наноситься сколы. Ну, можно делать и так, мне удобнее делать так. При этом автор этой идеи Мигель Хеменис, он делает и так, и так. Например, на своем последнем мастер-классе, который был у него в Канаде, он показывал там, как надо наносить сколы, в том числе вот он использовал методику, когда, ну, здесь можно даже побольше прибавить, когда он сначала наносит подложку, потом сколы рисует, и наоборот, сначала наносится скол, потом рисуется подложка. соответственно, на темных поверхностях, вот сейчас для примера покажем, как это будет выглядеть на модели, например. Ну вот, например, вот здесь вот на зеленом нанесем, просто мы его подчеркиваем аккуратненько, не обязательно прямо все по контуру, но так слегка, и это придает видеть, да, что уже сразу появляется дополнительный объем, чисто визуальный. Это мы просто имитируем краску, которая подрывается, происходит процесс лущения этой краски. Наносить, конечно, это все надо только на матовую поверхность, вот, да, результат. Уже сразу видно, насколько выигрывает скол с подложкой по отношению к простому сколу. Здесь уже появляется объем. Это до того, как наносишь лак, да? Да, это все до защитного лака, это все до смывок, это все до смывок, поэтому обязательно только на матовую поверхность. лаком, 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 лаком. Лаком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы закончили нанесение подложки для сколов Вы можете видеть результат Модель смотрится намного объемней В результате этой процедуры Еще бы я хотел рассказать, как я работал с декалями Декали фирмы Драгон Очень хорошего качества Иногда бывают с довольно-таки толстой подложкой Что я делаю в самом начале Я под декали, под места, на которые я их предполагаю наносить Из аэрографа надуваю тамеевский глянцевый лак X22 Так, чтобы была хорошая блестящая поверхность То есть это может быть и не один слой Это два, иногда даже три слоя Чтобы получить хорошую гладкую поверхность После чего, спустя даже 10 минут В обычной воде вымачиваю декали И наношу Да, предварительно я место посадки декали Обрабатываю вот таким вот составом Декал медиум от Валеха Этот состав размягчает декали Позволяет ей огибать, например, рельефные поверхности Если это требуется В данном случае здесь была такая поверхность Есть только одна Это, да, вот на корме На ящиках вот кресты Тут вот выштамповка идет И по ней крест ее очень хорошо облегает При помощи этой жидкости Также эта жидкость очень хорошо растворяет подложку декали Особенно если у декали она довольно-таки толстая После чего я жду, фиксирую на модели элементы Чтобы они не расползались Там остатки ватной палочкой можно, да, аккуратненько собрать Но не двигая при этом ни цифры, ни другие обозначения После чего, просушив Ну, тоже где-то минут 15, наверное Я окончательно прикатываю каждый элемент ватной палочкой Там оставшийся воздух может быть Вода там какая-то, да, все это окончательно уходит И дальше я наношу специальный состав декалфикс Вот с той же фирмы Валеха Данный состав надо наносить в небольшом количестве Поскольку он густой Разводить его ничем не надо, да, ни водой, там, ничем другим Он достаточно густой Поэтому немного, чтобы у вас потом При стекании его А, естественно, на криволинейных поверхностях Он будет немножко стекать Чтобы при высыхании он у вас не стек И не получилась такая густая засохшая капля Поэтому немножко нанесли Даже при нанесении вы будете видеть следы от кисточки на модели Да, как вот если мы наносим густую краску И видны прям следы от кисти И здесь они будут видны Ничего страшного, так и должно быть Потом все это ровненько натягивается И вы видите, да, та часть, которую я обработал на декалях Она матовая Потому что здесь вот по краям еще виден Томиевский лак глянцевый А там, где декали, там уже мат Благодаря вот этому составу Очень хорошая вещь Надежно фиксирует любые декали Она не испортит вам ни одну декаль Поэтому смело Можете этим пользоваться Единственная проблема только это найти сейчас в Москве Я даже не знаю Я брал это довольно-таки давно Но я могу подсказать У нас с вареньем пилотаж Кстати, остались запасы данного продукции Вот, это очень хорошо Да, варенье пилотаж я видел в наборах Между прочим, да, вот эти два состава И еще хочу сказать, что сатиновый лак Которым я буду пользоваться на финальном этапе Вот в компании Валеха Сатин готовый под аэрограф Мне очень нравится Я тоже смог найти только варенье пилотаж Больше в Москве, наверное, пожалуй, нигде этого нет Поэтому очень рекомендую Приезжайте сюда в арену И это не в качестве рекламы Это в качестве просто доброго совета Потому что действительно очень хорошая продукция Очень хорошая химия Как лаки, так и вот подобные жидкости Ну и заодно глядите И поприсутствуете на мастер-классе в онлайне Да Итак, следующий этап У нас, наверное, будет уже в третьей серии Напоминаю, что рубрику у нас ведет Алексей Соловьев Пишите в комментариях Что вас интересует, обязательно ответим Да, задавайте вопросы Все расскажу, еще раз подскажу Леша, скажи, пожалуйста, в третьей серии что нас ждет? В третьей серии мы начнем делать смывку на модели И начнем уже делать эффекты Вот они здесь представлены, целая линейка Это вот то количество, которое будет участвовать В создании реалистичной модели Повоевавшей в природных условиях То есть это будет грязь, выражаясь по-русски Без всяких слов везеринг и так далее Просто будет грязь И другие эффекты, которые нам позволят еще раз подчеркнуть неоднородность окраски модели То есть мы усложним немножко цвет Сделаем потеки, которые в принципе бывают, но в небольшом количестве И уже финальные штрихи в самом конце Это когда мы нанесем лак и сделаем потеки топлива И как я обещал, конечно же, мы положим сюда еловые ветви Которые были на этой машине в реальности Итак, уважаемые друзья, смотрите нас обязательно Будет много интересного Алексей, спасибо вам Спасибо вам До встречи, удачи До новых встреч, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok